Этот масштабный трансграничный проект софинансируется из средств программы трансграничного сотрудничества Польши, Беларусь, Украина 2014-2020. Его общий бюджет составляет почти 953 тысячи евро, из которых 857 тысяч выделены Европейским Союзом. Пока сотрудничество налажено лишь между медучреждениями Польши и Беларуси. Детская областная больница является ведущим бенефициаром в этом проекте. То бишь вся отчетная информация и распоряжение финансовыми средствами, которая прописана в принципе программой сотрудничества, идет через нас. С нами сотрудничает поведетовая больница Лосицы. Это вот рядом с нашей границей, тут 120 километров, не больше. У них сумма, которая в общей массе этих финансирования, наверное, около 300 с лишним тысяч евро. Наша сумма 760 тысяч евро. Проект актуален для обеих сторон. У каждого медицинского учреждения свои цели и задачи. Если говорить о нашей детской больнице, то приоритетным направлением является обеспечение всех необходимых условий для оказания помощи детям палеотивной группы. Планируется создание пяти новых мест для неизлечимо больных малышей, а также полное оснащение необходимым оборудованием таких палат. В планах и привлечение волонтеров. Для них организуют тренинги по работе с такими пациентами. Но и это далеко не все. В проекте закупается реанимобиль нашей больницы. Он вот к концу года уже должен быть поставлен. Это хороший, нормальный, современный реанимобиль, который позволит нам очень оперативно работать с этой группой палеотивных детей. Не только в регионе Бреста, да, а в регионе Брестской области. То есть бывает необходимость, когда некие осложнения случаются, нам нужно ребенка забрать на наши палеотивные койки. Реанимобиль с реанимационной бригадой может выехать в Баранович, в самые отдаленные участки и при оказании помощи полной доставить сюда. Второй важный пункт проекта – модернизация системы распределения кислорода, который обеспечит бесперебойную работу отделений. Сегодня продолжается капитальный ремонт хозяйственного помещения Брестской детской больницы под кислородную станцию. Плюс закупается оборудование кислородный концентратор, который, в принципе, не требует баллонов. То бишь он концентрирует кислород из воздуха, который есть, и подает сразу в систему. Но тут понятно, что должен быть некий резерв. Поэтому строится такой склад, в котором хранится запас резервных баллонов. Сохраняется вся инфраструктура для того, чтобы баллон подать. Вдруг создается ситуация. И ставится дизель-генератор, новая контрольная система. Вдруг подача прекратилась, чтобы наши люди могли понимать, что сбой какой-то есть, знали, как работать. Также запланированы четыре ознакомительных визита врачей двух стран друг к другу для изучения опыта и обмена знаниями. Первый визит брестских специалистов в Лосице состоялся в минувшем году. До окончания проекта трансграничного сотрудничества еще целый год. А это немалое время для достижения поставленных задач. Ани Амбук ТВ Ани Амбук ТВ